Доброе утро! Вы смотрите Утро ТВ в эфире областного телевидения. Наша программа продолжается и, как и обещали, в нашей студии появился гость. Сотрудникам Управления Федеральной Миграционной Службы России по Свердловской области вручена грамота. Грамота от имени Свердловского, уполномоченного по правам человека. И в грамоте написано «Самому человечному среди федеральных ведомств». Как ведомство работает сегодня? Можно ли оформить внутренние и загранпаспорта без очередей? Ожидаются ли еще какие-то нововведения в этом году? Будем говорить сейчас об этом и о многом другом с главным специалистом-экспертом УФМС России по Свердловской области Татьяной Лепешонок. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Спасибо огромное, что пришли к нам в гости, Татьяна Ивановна. Поздравляем вас и ваших коллег с приобретением такого почетного звания. Ну и если можно, расшифруйте, пожалуйста, за что именно вам дали звание самого человечного ведомства. Да, очень приятно, что Федеральная миграционная служба, служба с человеческим лицом, так сказала уполномоченный по правам человека, Мерзлякова Татьяна Георгиевна. Действительно, как я могу предположить, это звание нам присвоено не потому, что мы добились каких-то больших показателей в работе за прошлый год, не потому что мы 182 тысячи загранпаспортов оформили или 226 внутренних российских паспортов, а скорее всего это звание дано за работу с той категорией граждан, которые попали в крайне сложную жизненную ситуацию, которые не видели из нее выхода, и мы помогли им, помогли получить определенный статус, улучшить качество жизни этих людей. И могу сказать, что порядка 713 человек получили статус лица без гражданства. То есть таким образом эти люди получили выбор, либо получить гражданство Российской Федерации, либо обратиться в какое-то другое государство за получением гражданства того государства. И, конечно, когда в своей ежедневной работе мы сталкиваемся с такими людьми, с их проблемами и сложностями, чисто по-человечески, мы очень хотим им помочь, но так как мы должны действовать в рамках законодательства, мы не имеем права его нарушать. Поэтому, конечно, мы используем все возможности. Мы стучимся во все двери, во все институты. Институт, уполномоченного по правам человека, не исключение. Наша ежедневная, каждодневная, рутинная работа с этими людьми, она приносит свои плоды. И в конечном итоге люди удовлетворяются, они получают ту возможность получения той услуги, за которой они пришли к нам. Татьяна Ивановна, я заикнулся о том, что, возможно, будут какие-то нововведения. Я думаю, что задам волнующий многих вопрос. Какие нововведения будут в этом году? Все ждут отпечатков пальцев и какую-то дактилоскопию. Учитывание сетчатки глаза. Да, конечно, общественность обсуждает эти вопросы, но я хочу сказать, что миграционная служба – это орган исполнительной власти. То есть мы работаем в рамках действующего законодательства. По факту, конечно. Будет принято какое-то новое законодательство, будут внесены какие-то изменения в законодательство. Мы, конечно, не будем отрабатывать. Но у вас ничего не слышно в кулуарах о таких вещах? Ну, может быть, в 2013 году и будут какие-то изменения. То есть в 2012-м пока не ждем? Ближе, пока мы не ждем. Скажите, пожалуйста, вот в прошлом году на первой странице российских паспортов появилась так называемая машиносчитываемая зона. Давайте объясним зрителям, что это за зона и как будет тем, у кого в паспортах ее нет. Да, действительно, с 1 июля прошлого года такое нововведение было. Это две строчки на первой странице внутреннего российского паспорта. Ну, аналогично тем двум строчкам, которые в загранпаспорте. Что это такое? Это как бы закодированные персональные данные гражданина, которые размещены на первой странице документа. Фамилия, имя, отчество. То есть то же самое. Да, да. Ну, это нововведение было нужно для того, чтобы соответствовать международным стандартам. То есть документ наш должен соответствовать международным стандартам. Внутренний паспорт. А он где потребуется за рубежом? Также пересечение, допустим, границы с теми государствами, с которыми имеются определенные соглашения на то, когда можно пересекать границу по внутренним документам. Мой паспорт 2003 года выдачи. Что мне делать? Там нет таких двух строчек. Да, совершенно верно. Там нет этих двух строчек. Но специально идти и менять документ не нужно. Нужно ждать либо 20 лет, либо 45, либо по утрате. Ну, 20 мне уже не дождаться. Паспорт меняется по утрате, либо по порче. Либо граждане меняют персональные данные. То есть специально ради этих двух строчек не нужно ничего? Специально нет. На границе меня не задержат, не останавливают? На сегодняшний день мы уже выдали порядка 118 тысяч документов с машиночитаемой записью. Ну, это очень много. А вот если вообще говорить о работе вашего филиала, конкретно на улице Крылова, да, я так понимаю? Ну, это не филиал, это управление федеральной миграционной. Нет, управление. Хорошо. Вот нужно отметить, там терминал появился с талонами, да. Это, конечно, повлияло на упорядочивание, наверное, на длину очереди. Но знаете, на крыльце все еще потолпится народ перед открытием. Это с чем связано? Это какие-то привычки людей или все-таки какие-то недоработки? Ну, наверное, сложно менять стереотипы, так скажу. Люди приходят для того, чтобы либо сдать документы для оформления заграничного паспорта, либо получить уже готовый. Почему толпятся? Ну, я не знаю. Наверное, им это удобнее, потому что существует масса других возможностей, когда можно без очереди в более комфортной обстановке оформить документы. Сейчас каким-то образом отслеживается, сколько талонов попадает в одни руки? Знаю, что была какая-то проблема с тем, что люди брали по нескольку талонов и чуть ли не перепродавали их. Ну, говорить один талон в одни руки, это не совсем правильно, потому что существует такая практика, когда целыми семьями приходят для того, чтобы оформить документы и, соответственно, потом их получить. То есть, конечно, главе семейства не выдашь один талон, потому что у него еще там и жена, и дети. Ну, на семью. Да, на семью, конечно. Сотрудники Федеральной миграционной службы ежедневно дежурят около этих терминалов, то есть оказывают практическую помощь гражданам в получении талона, консультируют, если на то возникает необходимость, и, соответственно, контролируют, кто подходит, сколько талонов берет. Вот вы сказали, что, в принципе, есть возможность даже без очереди это сделать. Какими-то другими способами? Что это за способы? Ну, конечно, самый комфортный и удобный способ – это обратиться на государственный портал, единый портал госуслуга.ру. Дома, в комфортной обстановке, за чашкой чая, можно подать заявку для оформления заграничного паспорта либо какой-то другой государственной услуги. Надо сказать, да, что мы уже за эфиром обсудили, коллега наш воспользовался как раз-таки порталом госуслуг и оформил загранпаспорт за две недели, за две недели, ни месяца, ни два. Очень быстро. По итогам прошлого года можно какие-то цифры сказать вообще, сколько жителей Свердловской области пользовались сайтом госуслуг? Да, безусловно. Цифры сами за себя говорят о том, что все популярнее становится этот портал. 22 тысячи почти обратились через портал госуслуга.ру. Каждый седьмой заграничный паспорт, оформленный в нашей области, он оформлен через портал госуслуга.ру. Ну а вообще почему получается-то так, что времени тратится на это меньше? То есть там очередь просто чисто технически меньше в интернете, я имею в виду? Или там просто упрощенная какая-то система действует? Эта система упрощенная действует для граждан. Они подают заявку, им приходит сообщение на e-mail, что их ждут тогда-то в такое-то время в таком-то кабинете. То есть можно заранее сорганизовать свое время? Конечно. То есть уже не надо стоять в очередь за талонами? Это точно. Только проверяйте свою электронную почту чаще. Мы знаем, что этим летом, летом 2012 года, будете отмечать 20-летие службы вашей. И как готовитесь? Да, конечно, готовимся. 20 лет — это такой молодой возраст. Но юбилей. Но юбилей, да. И можно подвести какие-то итоги и в то же время поставить перед собой какие-то глобальные большие задачи. И действительно, мы готовимся к этому юбилею. Все подразделения нашей службы. Мероприятия какие-то планируете? Конечно, проводим мероприятия. Но и тем не менее совершенствуем ту работу, которой занимаемся. Вводим новые технологии. Ну вот мы о них и говорили как раз сегодня. Желаем вам успехов. Спасибо вам большое за то, что идете на встречу. Ну и поздравляем еще раз с получением потрясающего титула, звания. Самое человечное из ведомств. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Зрителям мы напоминаем, что в нашей студии был главный специалист, эксперт УФМС России по Свердловской области Татьяна Ивановна Лепешонок. Но прямо сейчас наша программа продолжается. Продолжение следует...